В рамках национального проекта образования по всей стране строятся школы. Просторные классы, спортивные комплексы и оснащение по последнему слову техники. Не остался в стране и городской округ Люберцы. В прошлом году открыли две современные школы. Одну в Люберцах, отдельный корпус кадетской школы, другую в Малаховке. Поначалу не было уверенности, что строители управятся точно в срок, и 1 сентября современные учреждения образования распахнут свои двери для учеников. Работали днями и ночами, но успели. На очереди корпус 59-й школы в Марусине. Все-таки Марусино – это же сельская местность, это деревня Марусино. А это будет хорошая, добротная, современная школа. Это будет просторная столовая, актовый зал на 350 мест. Это просторные классы, это спортивный зал, спортивное ядро вокруг школы. Это и баскетбол, и волейбол, и беговые дорожки. А еще интерактивные классы, компьютеры, быстрый интернет и зоны отдыха. В каждой новой школе создаются комфортные условия для учеников и учителей. Согласно проектной документации, пристройка на 400 мест должна быть полностью введена в эксплуатацию в декабре этого года. Ввести свои трудности, но мы на это внимание не обращаем. Стоит задача школу построить, построить с опережающими темпами, как это прописано у нас в акционной документации. И на сегодняшний день, после проведенного совещания, у меня нет сомнений, что мы с этой задачей справимся. Благодаря привлечению субподрядных организаций, строительство ведется не поэтапно, а по всем направлениям одновременно. Рабочих рук достаточно. Главное, чтобы стройматериалы подвозили вовремя.